Звонок! 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 И сердце наполнит благодарностью. Аминь. Немножко подождите, я еще поясню, новые люди приходят. Ну и главное то, что здесь видите. Желаете, чтобы вас был порядок? Порядок, у нас всего ничего. Вот край стола. Ты перпендикуража, ты 90 градусов. Подбородок сюда никак не заваливайся. А почему? Этому учить надо. Вот идешь мимо, бывает в вечернее время, там столовая, ресторан, и хорошо бедать. Каждый с чашкой. То есть это есть каждая скотина так. Мне достаточно один раз услышать Василия Великого. Всякая скотина, звери едят наклонившись. И только человек подносит пищу к себе. Они видели в этом различия? А ты не видишь. И заметьте, вы едете дома, опять тоже будете щавкать. Вы знаете, вот у батюшки если сидят, я не сижу, просто рассказываю. Я захожу. Приехал священник, жена. Жена там, может быть, с платка будет то другое. Как это так? Засол без платка, руки оголенные. Опусти рукава. Я сказал, ты уже поздно, может быть, пора идти, я разворачиваю и до свидания. Батюшка сказал. Но это уже осталось. А они мне потом говорят, а что батюшка не говорил? Мы сразу одели все. То есть боязнь какая-то или что-то, или твой тихий характер. Но никому не нужен твой тихий характер. Он мертвый. Ты проли так, чтобы выжженная земля была там, где терния. И там, где ничего не посеяно, засвело, заблагоухало. Ты христианин, ты явился. Все по-другому будет. И Бог тебя изберет на это. Вот я вам сейчас сейчас говорю, вы крепко держите, не просто так. Вот сейчас только поедим, вы ко мне подойдете. Туда. Кто просил для них новый завет приготовить? Новый завет трехтомник? Я. Так, три тысячи. Книги кончаются. Так, ко мне зайдете туда. И вы их получите. Книги изданные нами. Они необычные. Простое дело. Толкование есть. До откровения. С откровением. Весь новый завет за пять тысяч лет никто не издал. Мы первые. Я сильно раздражаю, когда людям отвечают так. А почему никто не издал? Я говорю, потому что я еще не родился. Конечно. Я не знаю почему. Ну почему, интересно. Дальше. Комментарии на то, что он говорит. Были за 900 лет. А то 900 лет не было. А почему? Я не родился. Я даю комментарии относительно Слова Божьего. Вдавливаю в мозги. Любите Слово Божье, Фефилак говорит. А к уваженному Фефилакту православные относятся хорошо, благоговейно. Патриаршие издания недавно было, может лет десять назад. Крупным шрифтом. Да, это деньги. А остальное? Я делаю 297 комментариев. Возьмите цифры. Это ширина. Бывает в странице комментарии. Я добавляю других святых отцов на эту тему. Кто сказал? Ты сначала найди их этих отцов. Чтобы крещение, что сказалось, заталось в двух местах. Двенадцать томов не надо молотить. А нету поисковиков никаких, тогда и не было, когда я их сдавал. Не прям усиленно. Одна загвоздка. Найти. Шесть томов. Я шесть томов должен букву в букву вглядываться. И найти, где говорится о крещении. Но одновременно и о покаянии. Одновременно и о клятве. Это работа непрерывно. Я уберу, руки распустил, да еще и бунтовать буду. Ты порядок православный знаешь? А церковная дисциплина у нас вывешена в коридоре. Ну, это придумали. Значит, не туда попал. Два-три воскресных дня без причины. Ваше, ты болел или умер? Освящаешься. Вот и все. Если в отпуск поехал где-то, епископ там, священник, он должен быть там, нигде нравится. Не в Тайланг поехать, а там и православная церковь есть. Если два-три воскресенья он не был, а загорал где-то, долой! За хвост и в яму. Это не мои правила. Человек пост не исполняет. А вы знаете, сколько не исполняет пост? Ну, я первую неделю, последнюю. А кто тебе позволил первую, последнюю? У царя семь дочерей. Ты почти первую, последнюю, остальных пренебреги. Златоуст говорит, понравится царю или нет? А пост нам не принадлежит. В посте в этом 36,5 дней. Ровно десятина от 365 дней. 365, а тут 36,5. Ты во все вдумайся, и ты увидишь, ты православный. Какая радость. Это не просто так. Не шалман какой-то. Где поклоны сделать? Как? Вот я объясняю за стол. В чашке ничего не оставлять. Пока не ел, могут подойти и сказать, мне убери. Надо было заранее сказать, но не так. Второе. Подними вот так руку. Половина? Половина. В лагере у вас не разговаривают. Напротив, не разговаривали, в лагере нет. Напротив каждого стола стоит дежурный. Вот кто вы были, они знают. Полный, абсолютный порядок. Тут приехал Сергей Живанширович Акопян. Какой национальности? Армянин. Армянин. Полковник. Летное училище. И он когда посмотрел у нас, и говорит, у нас в летном училище нигде, ни в одном отряде нет такой дисциплины. Хлебом кидаются. Такие же ребята там, набрали-то где-то. Оставляют половину там где-то, что сделают. Здесь не так. Нравится? Очень. Почему цариса Савская обратила внимание, как обслуживают? Библию не одновляющего слова. А зато вот говорит, ни одной черты не пропускай без внимания. Там смысл заложен. И вот у нас за столом порядок полный. Разговоров нету. Я могу говорить, как руководитель этого поста, сказать, ты сядь прямо. Или что-то. Армянин сейчас садится, а я первый не хочу, значит второго не будет. Это наши порядки. Приехали бабушки две. Это редкий случай. И одна у них тут Наташенька. Лук положили вот так. А я не ем лук. А почему? Она не ест. Все закапризничала, так и застала домой. А как? Никак. Ты наш порядок повышала, ты к нам пришла, а не мы к тебе. Все. Наташенька ешь. Не уговаривайте. Наташенька, чашку заберите у нее. Давайте лук. Она тогда хитрая девчонка. Сразу лук сжевала и готовое дело проглотила. У меня был один такой приехал. Здоровый дядька Кантона, который работает там. Фоменко. Очень гарно. Такой толстомордный парень был. Надо надеть. У нас кителя военная. Ему дают. А что вы командовать мной? Я не командую. Вы едете с территории лагеря. А если он не выйдет? Пока не было случая. Он выйдет. Он выйдет. Потому что мы тоже знаем какие-то. Лекарства у нас есть. Мы только не распечатываем их. Мы едим последнее. Ну давай китель. Столовая закрывается. Давай китель. Но это у него пошло дальше. Какая-то его сила. Зачем он гражданский поехал? Сгинул навсегда. А там разговаривать с тобой не будут. Она пришла. Вот недавно хоронили ее. Мать. Она пошла к губернатору Сурикову. Он говорит. Ну я запрос сделал. А где? Никто его не видал. Никто не знает. За этим упрямством другая. Там целая черта идет. Ванвереница идет. Ты делай так, как делают люди. Ты сначала испытай. Вот я хочу быть хорошим марксистом-ленинистом. Я считаю Ленина. Я иду на работу. Всегда брал один-два тома. Я не просто о Ленине говорю. А считай его произведения. Мне очень нравится то-то, то-то. Я считаю моим камнем Гитлера от корки до корки. Я на шахожу везде полезное. А Господь говорит, если хотите знать волю, начните исполнять. Исполняющую волю мою он знает от отца или нет. Я увидел человеческое, человеческое. Я коран, на него целую книгу. Суры аяты. До одной буквы исследовал. И могу о нем говорить. Имею право. И мусульмане в ней ни один не опровергают. Я еще не встречал ни одного мусульманина, ни в чатурлетке, ни где, который бы сказал, это не так. Нет. А то у нас и маму так не знают. Говорить надо знать о чем. И я показал начало Евангелия, когда 27 сентября 1962 году попало. Смотри, я понял, не человеческое. Я сразу начал исполнять и увидел. Враги вокруг появились. Значит оно живое, оно режет. С первого дня. То есть я испытывал учения, допустим, я мечтаю там Роза Мира, Андреева. Да мало ли таких. Блаватскую. Я вижу сатанизм один. Я не делаю, не исполняю, но я считаю, уже понимаю. Евангелие. Я с каждой строчкой вхожу дальше и дальше и вижу. Бог. Бог открылся. Слава Ему. И вот здесь вы слово слышали. Потом можешь сказать, а почему не наклоняются? А я люблю наклоняться. В другом месте будешь, рядом со свиньями. Всякое животное наклоняется. Человек подносит. Мне достаточно. Я научил за 56 лет тысячи людей этому. Дальше. На стол не облокачивайся. Почему? Серахов говорит, стыдись, облокачивайся на стол. А когда? Очевидно, видимо, во время обеда. Облокачивайся. Ну а если облокачивайся, стыдись, значит ты бесстыжий. Не я это говорю, это ты сам себя загнал в это. Ну а чего ты порядки устанавливаешь? Это мой дом, я устанавливаю порядок. А я не хочу, не туда попал. До свидания. Мы никого не уговариваем. Ты сначала начни испытывать и поймешь, от Бога ли это. Вот это я вам хочу сказать. От Бога это ты начни исполнять заповеди Божьи. И вот здесь увидишь, вот посты, которые православные, кроме Великого Поста Среди Пятницы, это 69 правило апостольское. Остальные все пришли в веках. В 4 веке, в 5 веке. А они не евангельские. Но они на пользу. Но мне они не нужны. Дети приезжают в июне, а в июне только 12 июля празднование. У меня сметана все есть, я дать не могу. Но мы рыбы все другое покупаем. Теперь я исполняю, а внутри у меня нехорошо. Теперь я говорю, Господи, дай мне любовь к этому посту. Один Петров, он совсем не на месте. Он дан для того, чтобы благословить на проповедь. Никто не идет, не знает. Я не раз говорил об этом. И архиереи сидят, при них говорю, и они это понимают. Каждый пост имеет назначение встретить Пасху Великое, Рождество. Успение Божьей Матери, как бы потеряли человека дорогого. А Петров, священники, ни один не может ответить. Для того, чтобы и шли на проповедь. Ни один священник, ни один за 900 лет в России не вышел и сказал, братья и сестры, у нас начинается через неделю после Троицы. Пост, он в разное время, Пасха в разное время. Заканчивается 12-го. Для благословения на проповедь. Итак, на проповедь. В постом месте. Ни одной проповеди нет. Они этого не знают. Они не ходят, у них больные ноги. Я их по ногам узнаю. Пусть они спят, лежат, я по ногам пройду и по поп найду. У них все лопается, отстояние где-то. Понятно? А как вы доходите? Никак, просто я молюсь. Понимаете как? У меня нет никаких этих талантов, ничего. Я просто молюсь. И мысль подходит. Я сверяюсь со Словом Божием. Вот так-то. И вот вы садитесь за стол и всегда помните, есть люди, которые нашу еду посчитали за царскую. Я уж не говорю блокады Ленинграда. Поэтому ешь с благодарением. У нас приехал тут писатель Быков был, он сильный журналист. Батюшка дал поясок, а он не сошел. Ещё ж такое чрево-то. Батюшка, бог разных сотворил. Нет, это ты сам сотворил. И он говорит, а тут был как Путин на Окинаве. Батюшка два пояса, видно, слезал и затянул его. Писатель. Едали и сказали. А я сразу не сказал, что не съем. Ну такая утропа. Ему ж отожда лучше-то. До конца. Ну я до конца дотянул, съел, всё. И всё это пишет потом журналист. Писатель очень известный. Итак, садимся за стол. С благоговением, с благодарностью Богу. Большего мы не могли ничего дать. Гальяны местные. Тоже всё там дайте. Мы их сушили, поймали. Они очень вкусные, с солью. Вы просто увидите. Это кремя так же и щелкают где-то. Во славу Божию. Сергей. 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 Переложить ещё и куда дальше дали. Подлежи этих. Гальяна вдали. Ладно. Вот ребята, вонёные, а тёж-тюфонные. Сейчас, один минут. Сестра, у кого нет супа, просто подошу тебя.